Приветствую вас! Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что он не настолько оптимистичен, как заместитель министра обороны Украины Гаврилов, который сказал, что эта война закончится победой Украины весной следующего года. Он не назвал дату, когда закончится война, даже не мог назвать как бы приблизительно. Единственное, сказал, что война может быть довольно тяжелой, потребует максимум концентрации сил и усилий Украины. При этом подтвердил, что победа будет только за Украину. Вообще хотел вам напомнить, что в мировой истории были разные случаи. Да, была шестидневная война, не спорю, но была и тридцатилетняя война, даже столетняя. Так что по большому счету удивляться не приходится. Хочу еще вам напомнить, что у нас официально эпидемия коронавируса не закончилась. Все понимают, что клоунада, все понимают, что это фейк был, что никакого коронавируса не существует. Обычно рыб сам независимый. Ничего такого особенного. Но при этом продолжается. Официально он не закончился. Хотя, по-моему, в США официально закончился, а в Украине нет. Несмотря на войну, несмотря на все события, постоянно реклама, надо вакцинироваться. Чего? Как? Ну, я понимаю, что я все понимаю. Аналичная ситуация может произойти с этой войной. Абсолютно аналичная. Когда она будет тянуться очень длительно, и будет, ну, никак не понятно, ну, что закончилось, как закончилось. То есть уже произойдет какое-то сращивание мирной жизни с военной и бесконечные, бесконечные разговоры о том, что вот завтра уже все. И никак. Такое, да, возможно. Я говорю, в истории мировой множество случалось и случается. Ну, посмотрим. Во всяком случае, Ермак дату не назвал. Может, вы назовете дату? Когда же в Украине закончится война победы Украины над фашистской Россией. Ну что ж, жду ваших очень умных комментариев. Жду, жду, жду. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!